Как думаете, что делает эта пчела? Не кажется ли вам, что она танцует? Так и есть, и значение пироэтов расшифровано. За это человеку, сумевшему разгадать смысл пчелиных движений, Карлу фон Фришу, даже была присуждена Нобелевская премия. Терпение! Совсем скоро мы расскажем о смысле этого танца и объясним, почему еще блаженный Августин писал, что нас больше поражает деяние маленьких муравьев и пчел, чем громадные тела китов. А может быть, вам интересно узнать, о чем стрекочут цикады? Каким образом флиртуют бабочки? Как жуки осваивают язык муравьев, чтобы их обманывать? Что значит писк комара? И как сверчки стали настолько виртуозными певцами, что в Японии они даже дают концерты в храме? Давайте получим ответы на эти вопросы, изучив основные способы коммуникации насекомых. Насекомые – самый многочисленный класс животных, больше миллиона видов. И далеко не все они еще открыты. Их можно встретить и на Земле, и в воздухе, и в воде, и в почве. А еще насекомые – первые обитатели твердой Земли, которые наполнили ее разнообразными звуками. Ну, скорее всего, действительно, насекомые – это первые, кто начал издавать звуки на планете Земля на суше. Давайте послушаем, что же это за звуки. И начнем с мух. Их на планете огромное количество, причем самых разнообразных. Правда, ни у одной из них нет голосовых связок. Так как же тогда не сказочные, а реальные мухи-цукатухи разговаривают? Каким образом созывают гостей к себе на именины? Мухи могут передавать друг другу сигналы. Опять же, движение крылышек. Мухи – это те насекомые, у которых два крыла, а задние крылья превращаются в жужельцы. Жужельцы – такие маленькие структуры, которые служат для стабилизации полета. И одновременно с этим они еще и издают вот такое характерное жужжание, которое мы все слышим от мух. Это жужжание позволяет мухам узнать друг друга, узнать своих сородичей и, собственно, понять, какого вида конкретно перед тобой муха. Мухи разговаривают крыльями. Быстрые взмахи создают вибрацию воздуха. Так рождается то самое жужжание, которое нас, людей, невыносимо раздражает. Но давайте наберемся терпения. Ведь это единственный способ для мухи сказать «Вот я, муха-цукатуха, позолоченное брюхо». А вот жужжание несколько изменилось. Добавились трения и щелчки крыльями. Это мушиный способ привлечь внимание, что называется бросить плеч. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Представим, что цукатухе удалось заманить к себе в гости на чай самых разнообразных насекомых. Естественно, все разбились на группы по интересам, точнее, по языкам. Давайте послушаем эти салонные беседы. И для начала отправимся к тем самым тараканам. Вы что-нибудь слышите? Неужели тараканы молчат? Конечно же, нет. Они вовсю шушукаются, но так тихо, что наше ухо попросту не способно эти звуки различить. Разумеется, если речь не о больших мадагаскарских тараканах. Те набирают воздуха в грудную полость и выталкивают его через отверстия на теле так называемые дыхальца и шипят. Так они предупреждают друг друга об опасности. Ну, или выясняют отношения. Например, ругаются за обладание дамы сердца. Замечена в салоне мухи-цокотухи и бабочка-красавица. Давайте представим, что это бражник-мертвая голова. В сказке муха обращается к ней с фразой «Кушайте варенье» или «Вам не нравится наше угощение?» Интересно, что скажет бабочка, если угощение ей и правда не нравится. Она издаст пронзительно визжащий звук, на какой только одна она из всех бабочек и способна. Другие бабочки вежливо промолчали бы, обсудив между собой на ультразвуке или на языке запахов, что варенье никуда не годится. Ой, бражник заверещал еще громче. Это значит, что в салон мухи-цокотухи нагрянул паук. Например, бражник-мертвая голова издает громкий писк во время того, как на него нападает хищник. Он, естественно, это тоже не голосовыми связками издает. Он выдыхает воздух, и, соответственно, писк ощутимый, его хорошо слышно, и это пугает хищника, производит на него впечатление. Но муху-цокотуху из лапаука спас, насколько мы помним, не визг бабочки, а комар, пищащий боевой клич. Где убийца? Где злодей? Будем с вами честны. История о том, что комар спас муху, а потом на ней еще и женился, это вымышленная мелодрама. В реальной жизни за комарами подобного героизма замечено пока не было. Как, собственно, и осмысленных оправданий по этому поводу перед соплеменниками и мухами. У комаров особый интеллект-то и нет, и они не решают какие-то задачи, которые требуют коммуникации. То есть комары не строят совместно дома, не выращивают детей, да, и не защищаются от хищников. Поэтому вот они индивидуалисты, им говорить не о чем. И все же комары пищат. Даже тогда, когда им это совсем невыгодно. Кажется, что куда проще подлететь к жертве, у которой собрался выпить крови незаметно, не включая звуковую сигнализацию. Но комары так попросту не могут. Их писк рождается не в глотке, а в крыльях. Звук, производимый от каждого взмаха, сливается со следующим, поскольку комар машет крыльями с большой частотой. Вот и получается, что мы просто слышим его полет. Ну, и не только мы. Другие комары тоже это слышат. И все же извлекают из списка некоторый смысл. Самцы, собираясь в кучу, обычно летают над каким-то объектом, выделяющимся на фоне окружающего пространства, да, и издают звон, который привлекает сам. Самки комаров тоже пищат, причем еще тоньше, пронзительнее и неприятнее, чем самцы. Самка так сигнализирует самцу, что это она, что она конкретного вида, и еще она может сигнализировать о своем возрасте. Потому что старые самки пищат одним образом, молодые самки другим, но самые такие взрослые, которые готовы к спариванию, у них третий писк, и, собственно, самец издалека слышит это биение крыльев и находит нужную себе самку, а не летит просто так наобум. Расстроены, что история про муху и комара, которые жили долго и счастливо, просто сказка. Не все там вымысел. Помните, что было в самом-самом конце? Музыка самая настоящая. Ведь среди насекомых действительно немало поистине виртуозных скрипачей, виолончелистов, трубачей и барабанщиков. Да, насекомые известные музыканты, они издают множество звуков. Эти звуки могут быть довольно громкими, в некоторых случаях прямо оглушительными. И издают о них часто не при помощи дыхательной системы. Часто они издают их совершенно другими способами. И действительно их сравнивают с музыкантами. Есть животные, у которых, например, примокрылые, у которых система воспроизводства звука напоминает смычковые музыкальные инструменты. Скрипичные концерты среди лугов и полей часто дают кузнечики. Выступают исключительно мужчины. У самок попросту нет подходящих для этого органов. А у самцов музыкальный инструмент расположен на надкрыльях. На правом надкрылье есть круглая перепонка из гладкого тонкого хитина, натянутая, как на барабан, на жестяную рамку из жилок. Эта вибрирующая поверхность называется тимпаном. Края тимпана похожи на твердый, изогнутый валик. Это струна. А где же смычок? Он расположен на внутренней поверхности другого надкрылья, левого, которое всегда лежит поверх правого. И вот, сдвигая и раздвигая надкрылья, кузнечик смычком касается струны и раздается стрекотание. По сути, если мы возьмем вилку и будем тереть вилкой по терке, будет тоже такой же треск. Этот треск очень видоспецифичный. Для нас кажется, что все звуки одинаковые, но на самом деле разные кузнечики, разные саранчи поют по-разному. Но о чем именно они играют и поют? Прежде всего, конечно, такой звук говорит, я здесь, это моя территория. Эти звуки служат, как, соответственно, опять-таки сигнал другим самцам, я тут самый мощный, самый сильный, самый красивый, так и сигнал самкам. Приходи ко мне, моя дорогая, посмотри, какой я сильный, красивый, меня никто не трогает, и все меня боятся. А что будет, если один самец все же посягнет на пару травинок, принадлежащих другому? Хотите узнать, как выглядит музыкальный баттл в мире кузнечиков? Это явление нечастое, но когда происходит, оно больше напоминает не музыкальный ринг, а разборку. Надо сказать, что многие прямокрылые, они довольно агрессивны к своим сородичам, особенно сверчки и кузнечики. Кузнечики вообще плотоядные существа, поэтому, если они видят своего сородича, они могут на него легко напасть, съесть его, поэтому, конечно, звук очень удобный в этом смысле способ, потому что ты точно знаешь, что не нужно подходить. Конечно, если сравнивать исполнительские навыки насекомых музыкантов, то кузнечики, уж будем честны, это такие лабухи, играющие как получится и где придется. А вот виртуозами уровня Никола Паганини считаются сверчки-трубачики. Возможно, вы будете удивлены, но на Востоке сверчки услождают слух людей уже более двух тысяч лет. В Китае еще в восьмом веке, во времена династии Тан, сверчков сажали в золотые клетки, а потом ставили их рядом с подушкой, чтобы ночью слушать природные концерты. Нам, конечно, привычнее подобные истории про канареек и соловьев. Однако может прозвучать шокирующе, но между птицами и насекомыми музыкантами много общего. У них песни есть, ну, как у птиц. Точно так же, по-моему, там диалекты есть. Они обозначают территорию с помощью звуковых сигналов и готовных спариваний. В этом структуру популяции у прямокрылых напоминают птичьего. Вы представляете, соловьи и сверчки поют и играют об одном и том же. По смыслу, нечто сходное с ариями из оперы «Князь Игорь» или музыкальными партиями из балета «Спартак». То есть сверчки, они территориальные, поэтому стрекотание показывает другим самцам, что здесь есть сильный, мощный парень, который вам может вломить, или самок призывает. В Японии и сейчас есть храм, известный под названием «Судзуму Сидера», что переводится как «Колокольчики сверчков». Там их сверчков собрали целый хор, и он играет и поет для прихожан круглый год. Ну, у сверчков это вообще настолько красивое считается пение, что в Японии их специально разводят, проводят селекцию по красоте пения. Я, правда, наверное, человек без чувства вкуса музыкального, не могу понять разницу между сверчком за несколько тысяч долларов и обычным сверчком за пять рублей, которого я кормового покупаю у своей ящерицы. Ну, по-моему, все это одинаковое, но они как-то там слышат какие-то обертана. Еще как слышат! Среди искушенных ценителей сверчковых концертов даже происходят споры. Где лучше их слушать? В стенах храма или все же в дикой природе? Сверчки-трубачики – существа рафинированные. Их тело нежное, хрупкое, почти прозрачное, а крылья более длинные, чем у других сверчков. Они не готовы опускаться до физического труда. Даже норку себе вырыть не в состоянии. Трубачики обитают на благоухающих кустах и деревьях, расположенных исключительно на солнечной стороне холмов. Сразу видно привычку блистать в свете софитов. Трубачик долго томит публику. В буквальном смысле – до ночи. И вот под покровом сумерек заводит трель. Он недовольствуется, как какой-нибудь кузнечик, легким подъемом крыльев. Он ставит их за спину вертикально, как баруса. Ведь так палитра звука гораздо богаче. А еще сверчки создают иллюзию пения в разных местах одновременно. Этот эффект достигается медленным перемещением насекомого непосредственно во время исполнения арии. Вспомните выступление Пласида Доминго или Энрика Карруза. Вы же наверняка замечали, что во время пения они крутят корпусом в разные стороны, как бы посылая звук в разные части зала. Так вот, у сверчков распространение звука еще более направленное. Настолько, что подобного поворота на месте всего на несколько градусов им достаточно, чтобы возникла иллюзия звука, идущего как будто бы совсем из другой точки. Хотите узнать, кто из насекомых музыкантов самый громкий, грохочущий, словно рок-звезда? Пальма первенства присуждается цикадам. Из насекомых, пожалуй, самые громкие звуки издают цикады. У них специальные есть органы, они у них расположены на брюшке. Они представляют собой такие вот кругленькие мембраны. Они по-разному, эти мембраны, изгибаются, и, соответственно, получается разный звук. Эти мембраны изгибаются, словно донышко у жестянки. Раздающиеся хлопки и щелчки сливаются в одну ноту, и мы слышим музыкальную фразу, длящуюся от 12 до 15 секунд. Пауза, и снова музыкальная фраза. Очень громкая. Очень. И если вы бывали в тропиках, то наверняка слышали, звук цикад может быть просто оглушительным. Ощущение, что рядом с вами работает циркулярная пила. А на самом деле этот огромкий, очень громкий оглушающий звук просто издает маленькое насекомое, которое сидит где-то рядом на дереве. Мощность вокала некоторых самцов цикад достигает 100 дБ. Такие песни слышны в радиусе 800 метров. И это еще цветочки. В пустынях Северной Америки сила звучания хора цикад такова, что барабанные перепонки человека могут ее просто не выдержать, порваться. В связи с этим вопрос – зачем? Зачем так орать? Они сидят на ветках и орут. Их слышно за несколько тоже сотен метров. И это тоже сигнал привлечения партнера. Хвала богам и эволюции. Не все цикады способны изводить нас своими грохочущими рок-концертами. Маленькие цикадки общаются несколько иначе. Они садятся на травинку и барабанят по травинкам. Потому что травинка – это уникальная индивидуальная территория каждого самца. И он, соответственно, как по струне, бегает и барабанит определенным образом. И другие самцы понимают, что эта травинка занята. А самки так по вибрации слышат своего партнера и определяют, что это партнер этого вида. Смотрите далее. Что означает этот танец пчел? Могут ли понять друг друга стрекоза и муравей? И какие подарки среди мух стоят больше тысячи слов? Настало время дать слово пчелам. А то они уже начали недружелюбно жужжать. Как думаете, с чем это связано? Обижаются, что мы не сразу обратили на них внимание? Или это реакция на очередного Винни-Пуха, покушающегося на улей? Это действительно пчелы просто мобилизовались, активировались. Вот это жужжание, оно еще возбуждает дополнительно пчелы. Они начинают все жужжать в определенном ритме, который мы воспринимаем как рассерженное жужжание. А это значит, что сейчас они вылетят и всем устроят. Вот вокруг вот этим вот посягателем намет. Чтобы пчелы не злились, давайте дадим им явить себя во всей красе. Немного классики. Полет шмеля. Нет, мы не предлагаем вам послушать интермедию из оперы римского Корсакова «Сказка о царе Салтане». Ведь каждый полет реального шмеля в дикой природе – это тоже музыка. Полет шмеля – это правда музыка, и ничего больше. Здесь нет смысла или подтекста. Шмель эти звуки даже не очень контролирует. Он просто не может не гудеть. Ведь чтобы взлететь, шмелям нужно разогреться до 30 градусов. Для этого они интенсивно сокращают грудные мышцы и непроизвольно гудят. Шмель, который не гудит, рискует остыть и спикировать вниз. А еще он, понятное дело, вынужден махать крыльями, что вызывает колебания воздуха и рождает звуки. А теперь давайте представим, что этот самый шмель нашел поляну, откуда на бешеной скорости улетает пчела. Куда она? Да просто в одиночку со всей этой амброзией она и за год не справится. Нужно звать на помощь соплеменников. Предположим, пчела возвращается в свой улей. Она обнаружила какой-то источник пищи. Она прилетела в свой улей. Ее задача – дать некие определенные сигналы другим пчелам своего улей, куда им лететь и сколько там, каковы размеры источника пищи, в каком направлении нужно лететь и на какое расстояние. Но как пчела может рассказать все это? Лет так 40 назад мы бы сказали – никак. Что взять с бедного насекомого? Мозг у него совсем крошечный. Нейронов там в 10 тысяч раз меньше, чем у человека. Поэтому скептики заключали пари и зуб давали, что пчелы не способны объяснить другим обитателям улья никуда лететь, ни зачем. Однако в 70-х годах 20-го века эта теория рассыпалась. Оказалось, что пчелы взаимодействуют друг с другом эффективнее, чем некоторые академические комитеты мира людей. И у них есть свой язык. Язык пчел – это единственный язык, который мы расшифровали. И за открытие языка пчел была дана Нобелевская премия. Карл фон Фриш получил ее в 1973 году. Уникальный случай, потому что Нобелевская премия была дана за исследование по зоологии. И что же именно выяснил Карл фон Фриш? Он долго наблюдал за пчелами. И понял, что они разговаривают между собой языком танца. В начале еще 20-го века он его провел. Там пчела, когда прилетает в пули, и она совершает круговой танец, показывая, где источник корма, нектар, по отношению к солнцу. Долго там не верили, что вполне естественно. Как в уле, где полная темнота, как они друг друга видят, разглядывают. Но затем был проведен еще эксперимент. В уле к медоносным пчелам подселили пчелу-робота. Та им станцевала. И настоящие дикие пчелы ее поняли. Когда создали пчелу-робота, который танцует, тогда доказали, что да, действительно есть у пчелы язык. И они друг друга понимают. Один из немногих животных, который показан, действительно доказан, что есть язык. Вот в виде танца. Давайте же разберем этот танец на составляющие и выясним, как именно разговаривают между собой пчелы. Если источник пищи находится где-то совсем недалеко от уле, на маленьком расстоянии, пчела танцует круговой танец. То есть она движется по кругу. И, соответственно, остальные пчелы, которые рядом с ней в этот момент находятся, они начинают двигаться вместе с ней. То есть она движется по кругу, и они тоже вместе с ней. Но что делать, если источник пищи далеко, за 3-9 земель, а то еще дальше? И тогда пчела исполняет несколько иной танец. Ее танец такой по своей конфигурации напоминает знак бесконечности. То есть у нее есть момент, когда она движется прямо, затем она виляет в одну сторону, делает такой полукруга, затем опять идет прямо и в другую сторону делает еще полукруга. И каждая деталь этого танца, она несет определенную информацию. Средняя вот эта вот часть, когда пчела движется прямо, она при этом еще и виляет своим брюшком. И в зависимости от того, насколько часто она это делает, другие пчелы понимают, насколько далеко находится источник пищи. Если она делает, ну, допустим, за вот этот вот прямой проход 20 виляний, то значит, пища находится на расстоянии примерно километра. Если она, например, 6 раз или 8 раз виляет своим брюшком, то расстояние может быть там порядка 6 километров. Самое удивительное, что пчелы во время этого танца еще и делают поправку на движение солнца. То есть пока пчела летела туда, потом она вернулась назад, прошло достаточно большое время, и солнце, естественно, смещается, а они используют его как ориентир. И все другие пчелы, и сама пчела-разведчик, собственно, танцуют, делая поправку на движение этого небесного объекта. Пришло время наведаться в гости в Муравейник. Это целый город, а то и государство с многотысячным муравьином населением. Интересно, на каком языке общаются между собой местные жители? У муравьев есть потрясающий набор средств коммуникации, который просто вызывает даже какой-то шок и трепет. Действительно, когда начинаешь изучать жизнь социальных насекомых, мне кажется, что это какие-то инопланетяне. Причем очень разумные. Вплоть до того, что у муравьев и пчел практически протоязык присутствует. Когда муравей или пчела может своему сородичу сообщить, что давай, дружище, пойдем туда-то, там хорошо. Или давай туда не ходить, там плохо. Пчелы и муравьи – это единственное животное, как ни странно, для которого доказано наличие языка. Но что же это за язык? Насколько нам известно, муравьи ребята молчаливые, скупые на звуке. Звуком муравьи не общаются, они общаются, вот у них есть такой протый язычок вот именно с этим, с взаимодействием усиками, да, то есть это постукивание друг к другу усиками, там есть какой-то набор, скажем так, базовых пожеланий друг другу, да, дай поесть, на, поешь, привет, пока и все такое. Получается, что обычное приветствие среди муравьев – это постукивание по товарищу усиками. Весьма знакомо, да? Мы ведь тоже нередко, когда здороваемся, пожимаем руки и хлопаем друг друга по плечам. Муравей подползает, и он обязательно должен трогать другого за усики, либо за голову. Встречаются два разных муравья из одного и того же муравейника, и они друг друга общупывают, обхлопывают усиками, и таким образом они и приветствуют друг друга, и передают очень важную информацию. Могут, например, выразить таким образом просьбу покормить, то есть когда приходит, например, муравей-фуражер, у которого есть пища, другой муравей, который находится в муравейнике, например, муравей-нянька, может попросить его постукивание мусиков по голове, чтобы тот дал ему, отрыгнул ему пищу из зоба. Ощупывая товарищей усиками-антеннами, муравьи заодно и обмюхивают друг друга. Поскольку на антеннах находятся еще и химические рецепторы, то это совершенно такой отличный способ определить свой чужой. То есть одновременно постукивая усиками, вы общаетесь и одновременно понимаете, а свой ли это муравей, или это вообще какой-то чужой муравей из чужого муравейника, которого нужно срочно прогнать. Горе тому муравью, чей запах не пришелся по вкусу его собеседнику. Причем известны такие даже курьезные случаи, если, например, на муравья вполне себе здорового наносили запах мертвого муравья, и этот муравей шел в муравейник, то его собратья, его быстренько хватали и вытаскивали из муравейника обратно, потому что павшие, умершие муравьи из муравейника удаляются. Соответственно, это могло продолжаться бесконечно. Он шел в муравейник, его, соответственно, обратно оттуда выдворяли до тех пор, пока не исчезнет вот этот запах, по которому муравьи совершенно четко знают, что этого здесь быть не должно, его нужно отсюда удалить. Подобный способ общения через постукивание усиками и близкое обнюхивание собеседника годится исключительно для бесед на коротке, на очень коротком расстоянии. Если же муравей хочет заявить о чем-то во всеуслышание, то делает это на языке феромонов. Запахи рулят жизнью муравьиных государств. Ну, иерархия в колонии муравьев поддерживается, безусловно, за счет феромонного статуса самки. То есть есть самка-королева или не одна, если это большие конгломерации муравейников, которая за счет выделения своих феромонов регулирует поведение своих подчиненных, так сказать. То есть муравей принес мамаши покушать, напитался вот этим запахом, разнес его по всему муравейнику. И весь муравейник как будто получил свежие сообщения из новостей, да, там, мама хочет того-то. Используют запахи и муравьи-разведчики. Происходит это следующим образом. Смелый одиночка совершает вылазку, находит что-то вкусное, но не съедает все сам, а возвращается по своим следам обратно в муравейник. И выбросом определенных феромонов мобилизует отряд товарищей в поход за едой. И муравей может прибежать и такой, ребята, давайте вперед. То есть это используется и феромонная коммуникация, то есть он выбрасывает запахи, которые вот мобилизуют своих сородичей. И он своим поведением суетливым дает понять, что там есть, там есть. И вот усиками мобилизует своих товарищей, которые подходят с ним пообщаться. Что самое поразительное, не каждому муравью сородичи поверят и пойдут за ним. Чтобы возглавить отряд, нужно быть очень авторитетным товарищем. Муравей, у которого низкий авторитет, то есть он несколько раз облажался как мальчик в сказке про мальчика, который кричал волки, за ним не пойдут. То есть они как бы даже знают, что вот этот чувак любит пороть фигню. Мы придем, а там какая-то вот палка лежит невкусная. А у кого высокий авторитет, за ним идут более охотно. Когда муравьиный отряд идет за добычей, он двигается четким маршрутом, с полной уверенностью, что сможет найти дорогу домой. Ведь барабаня усиками, командир снабдил их четкими инструкциями, сколько шагов пройти, сколько раз повернуть направо и налево. На самом деле наши лесные муравьи, рыжие лесные муравьи, мы считаем вообще их одним из самых умных насекомых, потому что они прекрасно считают, они обладают способностью находить маршрут сложный, запутанный, и они передают этот сигнал своим сородичам. Скорее всего, у муравьев очень простой счет. То есть у них нет цифр в классическом нашему понимании, то есть 1, 2, 3, а цифру 3 они передают как 1, 1, 1. Ну и, соответственно, передача сигнала, чем больше цифра, тем она длиннее. И, возможно, это действительно говорит нам о том, что у них есть сложная речь, но понять эту речь мы не можем, потому что это очень быстрые движения усиков, и распознать их мы пока не способны. Давайте вспомним басню Ивана Крылова «Стрекоза и муравей». Как думаете, в чем заключалась реальная причина того, что муравей не пустил стрекозу перезимовать в муравейнике? Может быть, его раздражало ее пение, напоминающее мягкий и нежный шорох? Сдается нам, что стрекоза попросту не смогла найти к муравью подход. Не нужно было стрекотать просьбы крыльями. Мы уже выяснили, что муравьи предпочитают язык запахов. И правильными флюидами, нужными запаховыми нотами и верными ароматами муравьев вполне можно уболтать, открыть ворота в их дом. Основная задача какого-то инсургента, который хочет в муравейник проникнуть и устроить муравьям какую-то либо несладкую жизнь, либо пользоваться ресурсами муравьев, ему надо просто пахнуть, как муравей. Если он будет пахнуть, как муравейник, муравейник даже ушедшего паразита из муравейника догонит, скажет, ты куда пошел, давай обратно, ты являешься частью нашего вот инвентаря, на тебе есть инвентарный номер, будешь сидеть на своем месте. Даже если ты очень вредный, ты никому не нужный, ты приносишь вред муравейнику, но ты живой, ты двигаешься и пахнешь муравейником, ну-ка давай быстро обратно. Мы бы посоветовали стрекозя взять мастер-класс у жука ламехузы, который частенько квартирует у муравьев. Это удивительное животное, которое использует как раз именно химический способ коммуникации муравьев против них самих. Это жук, который утратил даже способность к полету, он имитирует поведение муравья, то есть вот у него приподнятая грудка, он тоже двигает усиками, как муравей, суетливо так передвигается, полностью повторяет повадки муравья, знает язык муравья. Как же именно ведет себя жук ламехуза? Он приходит к муравейнику, его встречает стража. Кто такой? Зачем пришел? Мы тебя не знаем. Уходи отсюда. Сначала муравьи действуют агрессивно, они стараются жука прогнать, но жук выпускает это вещество и совершенно умиротворяет муравьев до такой степени, что они подхватывают его на лапы свои и тащат сами в муравейник. Вещество, выделяемое ламехузой, действует на муравьев так же, как вино Диониса Навакханок. Это настоящий дурман. Достаточно всего несколько капель, чтобы муравьи потеряли голову и пустили ламехузу не то, что в муравейник, а прямиком в выводковую камеру. Святая святырь, да, это там, где находится расплод муравьев. Они приносят туда этого жука, а он принимает форму личинки, он поджимает все лапки, усики и такой вот спокойно себе лежит, ждет, когда его занесут в выводковую камеру. А там он просто чувствует себя как в раю, потому что у него там замечательные условия. Во-первых, муравьи-няньки за ним ухаживают. Во-вторых, его там кормят. А для этого ему нужно постучать усиками по голове муравья. И муравей воспринимает этот сигнал как сигнал своего сородича и, соответственно, ламехузу кормят. При этом ламехуза не перестает вырабатывать вещество дурманища муравьев. Разведчики, рабочие, няньки, строители расслабляются все больше и финал этой истории нередко трагический. Вот это вещество, выделяемое жуком, приводит к тому, что, например, муравьи перестают выполнять свои обязанности в муравейнике. То есть, если это фуражеры, они перестают приносить пищу. Вот. Если это какие-то рабочие муравьи внутри муравейника, то они тоже перестают делать все свои дела, там, например, ухаживать за расплодом, а просто начинают вот так бесцельно по муравейнику бродить. И вот часто это приводит просто к гибели муравейника. И что интересно, оказалось, что ламехузы не являются однозначно негативным фактором в муравейнике. В муравейнике, где нет вообще ламехуз, дела идут не очень хорошо. Вот если там есть определенное количество ламехуз, которые снабжают это 100 грамм уличкой перед ужином, то муравьи хорошо себя чувствуют. А если ламехуз много, то муравейник снаркоманивается и погибает, к сожалению. А теперь давайте вдохнем немного дурмана любовного. Для этого перенесемся в мир бабочек. Они вовсю флиртуют, разумеется, с помощью запахов. Для бабочек невероятное значение имеют запахи. И феромоны, которые, кстати говоря, и открыли впервые, вот именно тот самый бомбикул, который есть у ночных бабочек, и это вещество было первым феромоном, который вообще ученые для себя вдруг открыли. Вещество, которое каким-то образом управляет поведением других животных. Бомбикул – это зелье любви, аромат страсти, разные оттенки которого имеют свое значение. В феромоне, на самом деле, есть несколько составляющих. Есть такая глобальная, которая просто распространяется, опять же, по всему лесу и просто говорит самцу, что самка где-то сидит. Дальше, чем он ближе подлетает, тем он начинает чувствовать нотки, отдельные нотки запаха, и тут он уже понимает, это его ли самка, где она находится, куда конкретно нужно лететь. И лишь по мельчайшим количествам этого феромона в воздухе самец может найти самку, представьте, на расстоянии до 11 километров. Ну, то есть это, конечно, феноменально совершенно. Там лишь только какие-то совсем маленькие количества, небольшое количество молекул на объем воздуха. И все же периодически любовные истории бабочек заканчиваются, как площадной водовиль. Самец мчится к самке, сгорает страстью, и вот ему кажется, что он настиг ее. Но там, где должна быть дама сердца, лишь пустой листик или веточка, хранящие тот самый манящий след феромона. Вы заметили, что самец прилетел к избраннице с пустыми руками, точнее, лапками. Возможно, в мире бабочек это явление нормальное, но вот самки мух-толкунчиков подобного отношения к себе не потерпели бы. Хочешь серьезных отношений? Прилетай с подарком. Есть такие мухи-толкунчики, которые дарят своей даме сердце кокон, пустой кокон. Вот, соответственно, дама, если этот кокон принимает, то, соответственно, происходит спаривание. И это еще послабление. Вот раньше хищные самки мух-толкунчиков принимали в качестве подарка лишь коконы, внутри которых были мелкие насекомые. Страсть, знаете ли, вызывает аппетит. Даме нужно что-то есть, а иначе и ухажер вполне себе в качестве обеда сгодится. Теперь давайте посмотрим, как романтические отношения выстраивают мухи-пестрокрылки. Как думаете, насколько пылок этот самец? Серьезно ли его намерение? Вглядитесь, его помыслы читаются в движениях крыльев. Есть мухи-пестрокрылки, это очень небольшие мушки, у которых крылья раскрашены в разные цвета, у них есть пятна на крыльях, в общем, сложный рисунок. И эти мухи используют в общении свои крылья, они ползают по веточкам, обычно заползая повыше, там, чтобы их было хорошо видно, и там они крутят своими крылышками в разные стороны. Не просто крутят, самцы мух-пестрокрылок танцуют. Ну и, соответственно, вот этот характерный танец служит для того, чтобы самка, опять же, распознала самца своего вида, и, опять же, два самца могут так помериться, у кого более красивые крылья, у кого более слаженный танец, тот оказывается более успешным для самки. А знаете, как меряются друг с другом крутостью самцы стебельчатоглазых мух? Глазами! Мухи могут, как олени, меряться рогами, но они меряются не рогами, а своими глазами. Есть одно из семейств мух, у которых глаза находятся на стебельках, и, фактически, у них получается такая морда, похожая на морду улитки, но при этом эти стебельки не складываются, то есть глаза очень вытянутые. Два самца во время брачного танца подходят друг к другу, и друг к другу так крутят головами, соответственно, совмещая эти глаза, и у кого, видимо, более длинные глаза, тот и более успешный среди самок. До потери глаз в подобных поединках дело, к счастью, доходит редко. Ведь мухам без них никуда. Не только стебельчатоглазом, но и самым обычным, даже тем, которые летают вокруг нас прямо сейчас. Это фасеточные глаза, которые состоят из множества маленьких глазков аматидиев, которые дают другое несколько изображение, чем наши глаза, но, тем не менее, изображение достаточно хорошее. Вот это вот изображение, оно позволяет, ну, например, мухам хорошо избегать нашей газетки. Когда мы пытаемся шлепнуть муху мухобойкой, газеткой или рукой, то для мухи это выглядит как очень такое медленное-медленное движение, потому что у нее реакция, и все вот эти вот процессы, которые в мозгу происходят по считыванию зрительных образов, они происходят гораздо быстрее, чем у нас. И нам-то кажется, что мы прям стремительно это делаем, а мухе кажется, как будто мы как в замедленном кино. Зрение мух вызывает зависть. Ведь оно позволяет не только быстро реагировать, но и в мельчайших деталях рассматривать окружающий мир. Например, различать мельчайшие детали мерцания светового шоу светлячков. Кстати, задумывались ли вы когда-нибудь, почему светлячки светятся? Светлячки бывают разные. В нашей полосе обычно это вот, соответственно, самки бескрылые зажигают огоньки, да, и, соответственно, привлекают самцов. То есть это холодное свечение, когда в определенных органах происходит смешение химических веществ и выделение света. Ну и, соответственно, это достаточно мощный сигнал для окружающих, чтобы, ну, самцов, да, он видит, там есть самочка, он прилетит к ней. На нашей планете насчитывается более двух тысяч видов светлячков. И каждый из них обладает особым свечением. У кого-то спектр более зеленоватый, у кого-то чисто желтый, кто-то светится непрерывно, кто-то мигает. Способ свечения это как у нас паспорт. То, что помогает определить, из какого каждый конкретный светлячок рода племени. Ну, тропические виды светлячков, которые цветомузыку показывают, они, значит, вынуждены вот эту вот цветомузыку включать, потому что их несколько видов летает, и, соответственно, у каждого должна быть своя чистота сигнала, чтобы не перепутать. Потому что, ну, если мы будем летать к каждому и оплодотворяться с ним, это будет непродуктивно, а еще и опасно, может быть. Опасно? Не то слово. Ведь светлячки не так просты, как кажутся. Есть такой род светлячков, у которого самки, они имитируют своим свечением свечение самок другого вида светлячков. И когда к ним прилетают самцы другого вида, они их благополучно съедают. Их даже называют роковыми женщинами, потому что действительно вот такое интересное поведение, они, имитируя свет других видов, они таким образом привлекают в себе пищу, не только партнеров. что ж, мы выяснили. Цикады это настоящие рок-звезды. Они гремят так оглушительно, что дама сердца не посмела даже заикнуться, что не слышала эту песню. Бабочки флиртуют на языке феромонов. С запахом страсти самки манят, дразнят и нередко дурачат самцов. Жуки ламихузы выучили язык муравьев, благодаря чему квартируют в муравейниках в абсолютно королевских условиях. Писк комара рождается в его крыльях. Информации там мало, это звук самого полета. Но все же по степени противности писка комары определяют, кто издает звук, самец или самка. Сверчки трубачики и правда дают концерты в храме, играют и поют хором. Это был краткий экскурс в языке насекомых. Разумеется, их способы коммуникации куда обширнее и многообразнее. Но даже благодаря уже составленному нами базовому словарю можно понять окружающую нас дикую природу чуть лучше. педагогу межэн 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 Продолжение следует...